В Октябрьской области осудили мошенников, организаторов очередной финансовой пирамиды. В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в марте 2022 года некая преступная группа под видом ТО «Автоселлер» начала скупать внезапно автомобили по завышенной цене. Они предлагали владельцам заплатить за их машины вообще на 20% больше, чем реальная рыночная цена. Но договоры купли-продажи нотариально не заверяли. Ну и кто-то вот на это до сих пор клюет. Оплату мошенники должны были произвести в течение 2-3 месяцев равными траншами. Только вот тем временем эти машины продавали другим людям уже по заниженной цене. Ну а часть полученных денег платили новым продавцам, привлеченным в такую пирамиду. Пирамида на аферизме, ну то есть на аферах такая, да, можно сказать. Судя, в общем, по договорам купли-продажи, об этом сообщает официальный представитель агентства по финансовому мониторингу, мошенники обманули людей, внимание, на в совокупности 404 миллиона тенге. Суд приговорил двух руководителей пирамиды к 8 годам тюрьмы. Еще двое участников должны получить там по 7 лет. В общем, пока приговор в законную силу еще не вступил. Ну и следующая новость, тоже об этом много говорят, она не о пирамидах, не об аферистах, о наркотиках. Алматинские наркокурьеры нашли, оказывается, новый способ распространения веществ запрещенных. Теперь предприимчивые закладчики прячут дурь в стаканчиках из-под кофе. В ходе операции полиции в городе задержали двух мужчин 27 и 29 лет. И в ходе обыска у закладчиков нашли 36 свертков с мефедроном. Задержанные рассказали, что там приобретали товар у проверенных поставщиков. Но потом пришли к ним на арендованную квартиру. И там нашли еще 745 свертков этих таких мешочков с порошкообразным веществом, как говорят об этом в полиции. В общем, общий вес дури, наркоты 2 килограмма. Мы почему об этом говорим? Во-первых, присматривайтесь к стаканчикам из-под кофе. Во-вторых, проблема с наркотиками в Казахстане, она становится все более и более актуальной. Принимает разные формы. Вот в первые дни Нового года постоянно какие-то задержания, крупные задержания вот в этом плане, в этом аспекте. Поэтому нужно быть аккуратным. Ну и родителям говорим тоже за своими детьми. Смотрите. Так, ну ладно, идем дальше. Алтын-Орду. Знаменитый рынок, которым в свое время владел ныне покойный Булат Назарбаев. Цифровизирует. Министерство торговли отчиталось о запуске официального сайта этого рынка. Теперь у Алтын-Орды есть свой сайт. В общем, онлайн можно будет узнать о количестве свободных торговых мест, узнать их площадь и даже стоимость аренды. Также обещают ведомстве, что можно будет на этом сайте получить информацию о том, как заключить и расторгнуть договор аренды, а еще подать онлайн жалобу на что-нибудь, что плохое творится вот на этом рынке. В общем, видимо, таким образом правительство пытается навести наконец-то порядок на этом печально известном рынке и показать, что там что-то меняется. Да, ну и мы от этих новостей подходим к нашей последней, такой главной новости сегодня. В Казахстане, цитата, сейчас цитата, медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Конец цитаты. Так считает российская телеведущая Тина Канделаки. Телеведущую эту известную возмутила, что Казахстанское министерство транспорта решило переименовать некоторые железнодорожные станции в Казахстане. И выяснилось, что согласно проекту, который вынесен на обсуждение до 22 января, переименовать, а по большей части, ну как бы поправить написание, предлагают у двух десятков железнодорожных станций и разъездов. Ну вот, например, ЖД-станция Нур-Султан, она будет по предложению называться Астана, ну логично. Станция Узень, ее переименуют, возможно, ну скорее всего переименуют Жана-Узен, а Уральск в Орал. Ну, казалось бы, так эти города уже давно называются. И вообще переименованием назвать это тяжело, просто вот эти ЖД-названия приводят в порядок. Но в Казахстане эти названия, эти казахские версии используются уже последние там 25-30 лет. Никого не удивишь. Но вот Тина Канделаки вытащила эту новость из общего потока зачем-то, и в своем телеграм-канале написала то, что станции будут называться по-казахски, и это она назвала сомнительным решением и опасной тенденцией. Это цитаты все. По ее мнению, Казахстан идет по пути балтийских стран, и от таких переименований недалеко и до того, что, опять цитата, стариков начнут выгонять на мороз. Каких стариков, ну непонятно. В общем, на все на это ответила казахстанская журналистка Динара Саджан, тоже телеведущая известная, она напомнила коллеге из России, что Казахстан независимое государство, которое возвращает язык, мало употреблявшийся в советское время. А еще рассказала о статусах государственного казахского и официального русского языков. Эти статусы, как вы сами знаете, прекрасно закоплены в Конституции. В общем, все это, казалось бы, уже давно не новость. Но удивительно, что вообще Тина Канделаки об этом так вот как-то дешево начала говорить, хайповать. Ну и история получила продолжение. Видимо, Тина Канделаки, наверное, прочла пост Динары Саджан, но и другие комментарии в свой адрес. И поэтому написала уже новый пост буквально несколько часов назад. Тоже, опять же, в своей телеге, в своем телеграм-канале. Ну и теперь она и вовсе фактически назвала казахов манкуртами, людьми, забывшими свое прошлое. Еще зачем-то Канделаки вспомнила о Бурате, о январских событиях, в которых, как бы, по ее словам, Россия пришла Казахстану на помощь. Ну и многие комментаторы пишут, что, видимо, по этой логике Канделаки, казахстанцы теперь вечно должны быть благодарны соседям, истории, судьбе, еще чему-то. В общем, какая-то очередная порция хайпа, скандал. Зачем российским ТВ-персонам нужны подобные заявления, когда такие информационные поводы уже вторичны? Вообще, что, кому они пытаются доказать, для чего все это делают? Но эти вопросы мы решили сегодня обсудить в прямом эфире с политологом Валерием Володиным. Он сейчас с нами на прямой связи, в прямом эфире. Валерий, добрый вечер, слышите меня? Добрый вечер, я вас слышу. Да, спасибо, Валерий, что в очередной раз согласились прокомментировать эти скандальные истории. Вот смотрите, у меня первый вопрос. Почему Тина Канделаки вытащила на поверхность такой, как сказать, в интернете пишут «баян», ну «баян», да, на самом деле, о том, что в Казахстане переименовали некоторые населенные пункты и теперь переименовывают ЖД-станции? Ведь об этом уже давно известно. Для чего ей это? Ну, возможно, захотелось поговорить о том, что необходимо выгонять пенсионеров на мороз в эти холода. Ну, это шучу, конечно же. И вы полностью правы, что это абсолютный баян, поскольку ни Тина Канделаки, ни её коллеги не вспомнили, например, о том, что Семипалатинск называется Семеем с 2007 года, Актюбинск называется Актюбе с 1999 года, а Алматы с 1993-го перестал быть Алма-Атой. Соответственно, как бы абсолютные баяны, о которых как будто бы не стоит говорить, но контент должен плодиться для каждого журналиста, и, видимо, Тина Тингивиевна посчитала, что это благодатная тема для того, чтобы обсудить её. Но причин, конечно, может быть существенно больше. В первую очередь, это, наверное, несмотря на то, что Тина Тингивиевна родилась в Тбилиси, но, судя по её биографии, большую часть жизни она связывает себя с Москвой, с российской культурой, и, соответственно, та самая, так называемая, колонизационное мышление, колонизаторское мышление в должной мере одолевает её и не позволяет ей видеть, что мир может быть и вне России, и за пределами России. Валерий, смотрите, мы тоже сегодня весь день обсуждали эту новость в редакции, и есть такая версия, ну, вам, наверное, не стоит мне рассказывать о вот этом скандале с Ивлеевой, да, когда начали гасить, что называется, из-за вот этой полуголой или голой вечеринки многих до этого таких звёзд, которых никто и не трогал, ну, в том числе, там, Киркоров, кто там ещё, Лолита, да, и как будто бы сейчас в шоу-бизнесе в российском появился такой тренд, что нужно уже любыми способами доказать, ну, свою лояльность, да, свою лояльность Путину, и выискиваются такие даже самые вторичные информационные поводы, чтобы хоть как-то обозначить, что ты полностью лоялен, и даже если эта тема напрямую не касается войны, которую развязала Россия, ну, вот такой имперский популизм. Вот вы с этим мнением согласны? К сожалению, я с этим мнением согласен. Я, в принципе, считаю, что в современной России нет места несогласным, нет места неугодным, и гайки закручиваются всё сильнее, и мне очень жалко российских коллег, учёных, которым приходится существовать в подобном мире, где просто любое инакомыслие и неверность официальной партии может считаться каким-то отступничеством, которое нужно карать. Поэтому, да, в тот момент, когда какая-нибудь условная Пугачёва или Киркоров, которые ещё вчера воспринимались как наши, соответственно, их всё, сегодня они развенчиваются и втаптываются в грязь абсолютно легко и без какого-то блоу, почёта и пиетета, то, разумеется, все должны понимать, в том числе и журналисты, и деятели искусства, и просто пропагандисты, что вполне возможно, завтра придут за ними, и поэтому нужно как можно более точно и более чётко проявить свою прозорливость, сообщая о том, что я на стороне государства, я полностью за, я русский, хоть ты грузинка, я в едином порыве вместе целую в дёс на государственную повестку и государственную политику. Но есть ещё и другой момент, о чём очень часто любят писать как раз ваши подписчики, и, думаю, сейчас пишут в комментариях, о том, что, дескать, это делается, чтобы отвлечь внимание. И вполне возможно, я не склонен рассматривать, конечно, подобные версии, но когда сегодня в Российской Федерации один за другим выходят из под контроль температурные режимы, ломаются котельные, остаются без тепла, как казалось бы, те самые пенсионеры в Латвии, но нет, в России переключать вектор внимания на что-то другое, попытка всегда зачётная. Да, ну вообще, конечно, интересно представить, как эти вот такие второразрядные звёзды шоу-бизнеса, эстрады, после всей этой полуголой вечеринки с Ивлеевой, которая нанесла им такой удар, они теперь выискивают в лентах какие-то, что называется, баяны, совсем уж такие протухшие информационные поводы, по которым хоть какое-то мнение своё можно как-то обозначить, чтобы это было замечено в Кремле. Вот, Валерий, у меня такой вопрос, который тоже мучает многих здесь, в Казахстане, у нас. А как реагировать на это? Как вы считаете? Вот Динара Саджан правильно сделала, что написала пост? Тут же вот, ну, совершеннейший уже бред. Но идти на Канделаки, это всё-таки не депутат Госдумы, как будто бы зачем на это реагировать? А дальше, я не знаю, там, Киркоров что-нибудь напишет и там вспомнит, что вообще Казахстан уже не часть Советского Союза, а для него это будет открытием, вернее. Ну, мне, я очень доволен тем, как сделала госпожа Саджан. В принципе, она проявила гражданскую позицию и ответила на несправедливость. И ровно так же абсолютно правильно поступило наше внешнеполитическое ведомство, никак не отреагировав на это, поскольку, ну, как бы собака лает, караван идёт. И какие бы кавказские овчарки, будь то Маргарита Симоньян, Каттина Канделаки или Тигран Кесаян, мы не выступали что-то о сомнительной независимости Казахстана. Государство, Казахстан существует. И никто не отменял и никогда не отменит седьмую статью нашей Конституции о том, что в республике Казахстан государственным языком является казахский язык. И казахский язык продолжает развиваться, продолжает процветать. И на сегодняшний день более 80% молодёжи по последним опросам потенциально предпочитают казахский язык как метод общения. И, соответственно, казахскому языку ничто не грозит. И в особенности не грозят никакие популистские, сомнительные высказывания некоторых российских пропагандисток. Спасибо, Валерий, за это мнение, за ваше такое экспертное мнение. Ну что тут нужно зафиксировать? Такая внутриполитическая ситуация в России, наверное, я думаю, вы будете со мной согласны, она лучше не становится, но и от этого всё более токсичными и токсичными становятся и высказывания таких известных общественных деятелей. Как будто бы их к этому вынуждает, это ни в коем случае не оправдание, но сама такая нервная ситуация их вынуждает. После этой вечеринки Ивлеевой, как будто водораздел вообще очень чётко обозначен. Или ты, как говорится, обозначаешь свою позицию, или будут с тобой по-другому разбираться. Ну, наверное, так. Знаете, в принципе, язык, будь то, например, казахский язык или русский язык, это всегда, или английский язык, это мягкая, это, во-первых, зона интересов, это мягкая сила, через которую можно влиять на другие страны. И, в принципе, сегодня для Российской Федерации, несмотря на то, что русский язык является своеобразным маркёром колонизаторским и даже для ряда людей после начала войны воспринимается как язык агрессора, но он продолжает взаимодействовать на… Именно при помощи русского языка Российская Федерация продолжает навязывать какие-то свои доктрины, свои догмы, доносит свою информацию. Мы прекрасно знаем огромное количество граждан Казахстана до сих пор смотрит российское телевидение, до сих пор получает информацию на русском языке и, соответственно, российскую повестку. Поэтому всякая попытка для русского истеблишмента отойти от единой линии русского языка довольно болезненно. И поэтому, возможно, для них даже какое-то, ну, совсем незначительное, казалось бы, нам переименование из Узень в Жанаузен кажется чем-то посягательством на их какие-то собственные свободы и нарушением их вечных, казалось бы, принципов о том, что наш имперский мир никогда не изменится и все будет прежним. Спасибо за ваше мнение. Я напомню нашим зрителям, что у нас в прямом эфире был политолог Валерий Володин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!